Hello, друзья мои, добро пожаловать! Буквально час назад вышел тизер нового крутого мода к игре The Sims 4. Если кратко, это мод на открытый мир в игре. Вы представляете, открытый мир в игре Sims 4! Этот мод будет доступен для подписчиков на Патреоне 8 октября и чуть позже. Будет доступен для всех остальных желающих, кто хочет с ним поиграть. Мы с вами, конечно же, его посмотрим, обязательно. Я думаю, что как раз 8 октября мы с вами и протестируем этот мод. Сейчас мы посмотрим тизер, он был полностью на английском языке, я его переозвучила. Поэтому, ребят, предлагаю долго не тянуть. Давайте мы сейчас с вами перейдем к просмотру, вы гляньте вообще, как тут что выглядит. И затем, конечно же, мы с вами все обсудим. Ну что, поехали! Меня зовут Эммис Брукс. Я вырос в Виллоукрик, но я никогда не считал его родным домом. Кое-чего мне не хватало всю мою жизнь. Я и моя сестра Эми не помним наших родителей. Они скончались, когда мы были еще маленькими. Нам рассказывали, что они приехали из далекого места. Из места, которого даже нет на карте. Но как мне найти это место? Говорят, что это место не имеет границ. Там царит полная свобода. Место, в котором сливаются ночные огни и звезды на небе. Место, где все твои мечты сбываются. Но как? Как мне его найти? Поэтому мне нужна ваша помощь. Мне нужна ваша помощь найти свою родину. Где я должен был вырасти и, возможно, состариться. Место, в котором я смогу найти работу, которая мне подойдет. Место, в котором я смогу ходить в кино, в магазины. Смогу заниматься в спортзале и заводить друзей. Ходить с ними в музеи и бары. Место, в котором я, наконец, смогу попрощаться с родителями. Место, где я смогу смеяться, плакать и снова влюбиться. Мне нужна ваша помощь, чтобы найти это место, которому я принадлежу. И я уверен, что мы вместе сможем все преодолеть. Субтитры сделал DimaTorzok. Сказать, что я в шоке, друзья мои, это ничего не сказать. Только что, пока я с вами смотрела этот ролик, мне даже не верилось, что это Sims 4. На какое-то мгновение вообще казалось, что это какая-то другая игра, но явно не Sims 4. Честно, я даже не представляю, как это все будет функционировать. Но уже, уже хочется, знаете, осталось ждать буквально недельку. И ты уже в предвкушении ждешь, когда же, когда же выйдет этот мод. Итак, как вы поняли, нам с вами будет доступно абсолютно новое место, в котором будет все. Все необходимое для жизни наших симов. И торговый центр, и машины, и аэропорт, и банк, и отель. Вы представляете, ребята, это все в Sims 4. Вы вот себе это можете представить? В самом начале нам рассказывают кратенькую предысторию. Нам показывают парня, который вместе со своей сестрой рано потерял родителей. И он живет себе в Уиллоу Крик, ему это там не нравится. Это жизнь, он хочет найти свои корни и свою родню. Поэтому он отправляется на поиски места, откуда приехали в свое время его родители. И вот это место нам с вами завуалировано. Рассказывают, что там есть, что там можно найти, что там можно и друзей встретить, с которыми можно туда сходить, сюда сходить. И можно побывать в различных локациях. И можно сходить с ними в кафе, в бар, по ресторанам походить. И в какое-то место загороднее съездить. В общем, очень много различных возможностей. И наш главный герой очень хочет туда попасть. И вот тут и начинает развиваться история, которая как раз у нас будет... Вот, смотрите, самолет. Самый настоящий самолет. То есть здесь у нас будет развиваться какая-то история этого персонажа. Вот он сидит с друзьями. Он сидит, например, в баре. Вот видите, они куда-то за город отправились. Конечно же, он хочет найти место, где были похоронены его родители. Он хочет веселиться, грустить, проводить время с друзьями. Ну и, конечно же, найти свою любовь. То есть это все у нас будет представлено, конечно же, в этом моде. И вот сейчас нам покажут самое главное. Понимаете, вступительный ролик, он очень красивый. Я его когда озвучивала, я, конечно же, уже успела глянуть. Ну, потому что надо было его озвучить и смонтировать. Но вот эту часть я не смотрела. Поэтому мы сейчас с вами будем вот это обсуждать. Вы готовы, ребята? Восьмое октября, напоминаю, восьмого октября выйдет мод. И что будет, конечно же, в этом моде? Главное нам сейчас не прощелкать, потому что некоторые кадры нам показывают буквально по секундам. Но мы с вами сейчас постараемся все увидеть. Итак, у нас с вами появляются... Так, тихо. Мы сейчас... Банк, ребята. У нас появляется банк. И причем не просто это будет здание, а здание, с которым... Ну, я так понимаю, что это будет как в Sims 3, скорее всего. Понимаете, если здесь делают еще и банк, например, как тот же госпиталь в Sims 4, то это будет вообще просто снос крыши. И я не знаю, ребят. Я не знаю просто, как на это все спокойно реагировать. Потому что мне кажется, что это будет, наверное, лучший мод. Ну, один из лучших. Ладно, мы с вами знаем, что команд-центр это один из лучших модов. Но вот этот, наверное, тоже будет занимать там, не знаю, первую тройку, первую пятерку. Потому что если здесь вот это все действительно будет нормально работать, без глюков, не будет тормозить, и действительно мы сможем побывать вот в этих местах, это будет вообще супер. Здесь будет торговый центр. То есть мы с вами сможем сходить в торговый центр. Но что-то мне подсказывает, что у нас это будет просто здание, на котором будем кликать, и мы сможем просто, ну вот помните, как в Sims 3, там, допустим, зайти в школу, можно сходить на дополнительное занятие, можно сделать то, скорее всего. Но это тоже круто, согласитесь, здесь не будет подгрузки, не будет подгрузочных экранов, ничего, у нас просто будет городок, и мы сможем по нему ходить. Ребят, я просто, просто в шоке, сейчас уже поздняя ночь, потому что этот трейлер вышел достаточно поздно, ну и я же, как обычно, мне же сразу же стало интересно, ребята написали в комментариях, что он вышел. Мне написали, ребята, в Дискорде, что он вышел, и я прям, прям вот сразу же, знаете, загорелась идеей глянуть. Аэропорт. Ну вы представляете, у нас появляется аэропорт, у нас появляется отель, в котором может отдохнуть наш персонаж, у нас появляется, ну, спортзал у нас, в принципе, и так был. Что мне еще понравилось, Music Studio, хорошо, это тоже круто, у нас появляется кинотеатр, кинотеатр под открытым небом. Кстати, мы с вами вот на этих выходных планируем же провести стрим, и хорошая идея, кстати, что это такое построить, потому что тот же, например, торговый центр мы строили, а вот кинотеатр под открытым небом мы с вами, кстати, не строили, это тоже достаточно интересная такая постройка может быть. Далее у нас Musical Theater, то есть вы представляете, сколько различных интересных мест, и что меня радует, что это все места можно посетить. То есть, знаете, так как мы с вами, допустим, получаем новый пак, мы с вами попадаем в новый городок, и там большая часть зданий, это просто здание, здесь мы во все вот эти локации можем сходить. Также у нас появляется, вот смотрите, лес, и тут у нас будет что-то типа, знаете, загороднего кемпинга, загороднего такого вот местечка, где персонажи могут отдохнуть, посмотрите, тут даже есть вот такой вот симпатичный причал. Блин, оно выглядит просто офигенно, просто шикарно, и я, честно говоря, даже не представляю, как вот мы с вами подгрузим, и мы с вами сможем во всех этих местах побывать. И, конечно же, ну то есть вы видите, что большая часть это материалы из игры. Но это еще не все, давайте мы еще с вами... There's also, давайте, аккуратно, будем сейчас много раз нажимать на паузу. New gameplay, то есть у нас появляется еще и новый геймплей. Открытая карьера, мы с вами об этом говорили. Карьеры, ну да, в принципе, открытая карьера, открытые работы. Это мы с вами обсуждали уже на стриме не один раз. То есть, вот меня, по-моему, часто спрашивают, чего не хватает в 74? Мне бы не хватало, ну вот мне бы хотелось увидеть, мне не хватает больше работы. Вот, у нас есть актер, у нас есть ученые, у нас есть врач, у нас есть полицейский. Хочется, конечно, отправить наших симов на другие какие-то работы интересные, где мы тоже сможем взаимодействовать, потому что у нас есть много различных мест работы, но вот, к сожалению, открытых у нас очень мало, и это было бы прямо очень здорово. Вот, парнишка стоит возле самолета, и вот это просто, вот знаете, мне кажется, что этот кадр нам с вами не зря показали. 3D map view, вот, смотрите. То есть, мы, когда с вами отдаляемся, мы просто, ну, то есть, как бы мы отдаляемся от самих зданий. Вы представляете? Мы с вами просто отдаляемся от... Вот эта карта, вот так теперь она будет выглядеть. То есть, нам, допустим, нужно куда-то отправиться там вот в аэропорт. Мы просто с вами колесико покрутили, и мы видим сразу же аэропорт без подгрузок, без ничего. Вы представляете? Самолеты, самолеты, машины. Машины там будут ездить, Карл. Это просто феноменейшн. Стори мод, друзья мои. Это получается, что здесь у нас не просто будет игра. То есть, у нас здесь будет еще и этакий геймплей за определенную семью, как я понимаю, наверное, за вот этого главного героя. То есть, у нас еще будет какая-то история развиваться. Я так понимаю, что не зря он со своей сестрой хочет найти своих родных, своих близких. Возможно, у них какая-то там есть своя секретная, я не знаю, там, тайная... Тайна, есть секреты, какие-то найти эти скелеты в шкафу. Поэтому это тоже, мне кажется, будет интересно глянуть. World Edit. И вот это мне очень понравилось. Это нам тоже мельком сейчас показали. Ну, вот этот Tool Mode мы с вами уже смотрели. Delete Building, Replace Building, Move Building. То есть, мы с вами можем еще и городок по-своему перестать... Нет, я не верю, что такое может быть в игре. Серьезно. Оно звучит настолько круто, оно звучит настолько нереально здорово, что... Ну, ты просто сидишь такой и думаешь, блин, да ладно. Неужели такое можно сделать? Новый объект. Вот. Ребят, я так мельком просто сейчас это увидела. Гамак. У нас появляется гамак. Знаете, когда гамак должны были добавить? Когда у нас появились острова Сулани. Вот там бы гамак просто шикарно вписывался, знаете, где-нибудь на пляже. Мне кажется, это смотрелось бы очень круто, но у нас нет гамака. А вот тут, когда я его увидела, это просто, ну, просто супер. Monthly Update. То есть, его еще и будут апдейтить. То есть, этот мод, он еще и будет дальше развиваться. И вот что мне нравится, нам сейчас показали Диснейленд. И, может быть, у нас будут новые места для путешествий. Ребята, вы представляете? Чистый мир. Ребята, чистый мир. Все. Все. Вот тут можно ставить паузу. И вы понимаете, что если нам дают чистый мир, то мы с вами можем его править по-своему, как мы с вами захотим. Система... У нас соседство получается. И появление соседей. И просто, ну, я не знаю. И еще очень-очень много различных интересных моментов. Вот часть карты мы с вами можем увидеть. Вот этот лес, куда можно отправиться. Сам городок. Ну, согласитесь. Не... Лодинг-скринс. Ребята, нет лодинг-скринс. Нет экранов подгрузки. Их просто... Ни одного нет экрана подгрузки. Вот нам сейчас еще мельком показывают различные локации. Пытаюсь просто вам так на паузе показывать. Ну, я в шоке. Ребят, неделю. Осталось подождать просто неделю. И мы с вами увидим, вот, октябрь. Бета-тестинг on Patreon 8 октября. Я, конечно же, с удовольствием приму в нем участие. Я очень хочу посмотреть вместе с вами. Я думаю, что и вам будет интересно. Мы с вами обязательно все-все-все поизучаем. Может быть, мы с вами даже придумаем какую-то свою историю. А может быть, мы пройдем... Ну, я думаю, что основную историю я бы тоже прошла. Если там автор мода постарался и развил ее как-то очень так вот. И какая-то она будет прям такая вот, знаете, с какими-то тайными секретами. То я думаю, что мы с вами с огромнейшим удовольствием ее пройдем. Либо же придумаем что-то свое. Ну и вообще, будет интересно глянуть, как в Sims 4 за 6 лет, ребят. 6 лет у нас впервые появится открытый мир. Напишите, ребята, ваше мнение, потому что я в шоке. Вот честно скажу, хоть уже и глубокая ночь. И, наверное, как бы надо как-то, знаете, на это все спокойнее смотреть. Но я, честно вам скажу, я просто в шоке. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Что вы думаете по поводу вот этого мода? Что вы думаете вообще? Как его реализуют? Будет так, как мы с вами сейчас увидели. Мне кажется, что это будет что-то наподобие Sims 3. То есть я не говорю, что там действительно будут прям вот мы зайдем в банк, там будет все показано. Скорее всего, нет. Но сам факт внедрения вот таких вот модов, мне кажется, это просто нереально круто. Это разнообразие. Это то, чего нам часто с вами не хватает, когда игра немножко, ну, может, надоесть. И вот хочется чего-то нового. Мне кажется, что такие моды это просто. Ну вот, автору мода огромнейшее количество лайков. Кстати, ссылочка на трейлер будет в описании. Поэтому обязательно, ребят, поддержите автора мода. Но мне кажется, это правильно. Это, ну, люди создают такие классные штуки. И им большой респект, уважение. И я думаю, что мы с вами тоже с огромным удовольствием поиграем. И нам обязательно понравится. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился наш такой вот кратенький разбор. Жду ваши впечатления, ваше мнение в комментариях. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор. Хорошего настроения, отличного дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok